22 стих Напротив 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 Кто-то живет напротив Напротив Члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее И которые нам кажутся менее благородными в теле Нам кажутся, да? Вот пророчество на виду, правда? Учитель на виду Напротив И которые нам кажутся менее благородными в теле О тех более прилагаем попечения Просто их больше надо внимания Они немощные, слабенькие, но у них надо больше проявлять внимание им Почему? Надо внимания, как в свете Надо внимания больше тем, кто на виду, правда? Его все бачат, біля него хочется какого-то потертися Чтобы тоже какого-то, ну, святиться трохи Натрайся, дай, будешь святить Никто не йде до того, кто немощный, слабенький, правда? Йду все до такого, кто мощный Ну так, тяга така просто у людей, правда? По плоти, их так просто тяне Не тяне до слабенького Тяне, як в свете, тяне до сильного, правда? Магнит такий у нас есть Плотный и кровь называется Это не тот магнит, который требует, правда? Есть другий магнит Божий, который в духе И хорошо, коли народ Божий разбирается В цих потягах, да? Куда тяне человека И которые нам кажутся менее благородными в теле А тех более предлагаем попечения Тобто попечения Это пеклуватися, образ, по крайней мере Заботиться Больше заботу проявляем И что будет? И неблагообразные наши Боли благовидно покрываются И неблагообразные Образ такие, вроде бы, как бы Неблаго Ну, неблаговидные такие И неблагообразные наши Более благовидно покрываются А благообразные наши Не имеют в том нужды Значит, людина, яка на виду То ей нема, что покрывать Вона уже на виду, да? Вона уже и все Все говорят, вот я хочу быть похожим На Александра Георгиевича А на того брата не хочешь быть похожим? Який? Та его постоянно не видно Незаметный такий Постоянно он приходит Десь сзади, сядет Сидит А на него не хочешь быть похожим? Та не А как раз и его положение Як у Симеона Чи як у Анны Намного лучше Анна не отходила от храма День и ночь Служа постом и молитвою Вдова Кому надо вдова? Что там вдови возьмешь? Правда? До вдови пойдешь Деще что-то надо занести туда От Пойти в нормальный дом Де там хозяйка Не человек нормально заработает Есть что-то всегда дать Правда? Напоить чаем Чаем Кобасы дать Зъесть Ну конечно Туда лучше А до вдови нашу Что я буду делать? Приду Сяду Біля той вдови Посиджу Біля неї Розділю Її тугу Послухаю Немощные Всякие моменты Але Побув А так хорошо Стало после того Почему? И неблагообразные наши Более благовидно покрываются А благообразные наши Не имеют в том нужды Но Бог соразмерил тело Оказывается Это все тело Внушив о менее совершенном Большее попечение Людина может не такая досконала Не такая обдарована Не такая может На вид Но каже Господь Внушил о них Больше Чтоб мы заботились о них Да? Чтоб мы заботились Друг о друге Чтоб мы находили время Друг для друга Я находил время Для кого хочешь Но для таких людей Что-то не очень хочется А вам? Вы, конечно, В лучшем положении Вы всегда Спешите к таким Тогда не будет Разделения в теле Мы никогда не будем делиться Если будем Если птицы будут Собираться Породу своему Богатые с богатыми Бедные с бедными Тело будет Делиться? Будет Богатых В настоящем веке Вишиваешь Чтобы они были Щедры И общительные Щедры Я готов дать Но не знаю кому Почему? Потому что общайся Только с богатыми Общайся С усима С бедными С домами С сиротами Общайся Да? И будешь знать Куда давать А если ты общайся Все пока Пока Мы только Димимся пока Так бывает Бог делает Из многих Бедных А из бедных Можешь Сробить Багатого Можешь Спитать И так И так Можешь Спитать Людину Вопрос в том Мы все Чего-то Хотим Зачем-то Мы Спешим Бежим И что-то Ничего Достигнуть Мы не можем Ничего Не можем Понять Почему? Вникай в себя И в учение Занимайся Всем постоянно Так свою Душу Спасешь И вот мы Читаем И неблагообразные Наши Более Благовидно Покрываются А Благообразные Наши Не имеют В том Нужды Но Бог Соразмерил Тело Внушив Умение Совершенным Большее Попечение Дабы Не было Разделения В теле А все Члены Одинаково Заботились Друг о Друге Одинаково Одинаково Относиться Надо к людям Одинаково Тяжело Если придет Человек В богатой Одежде С перстнем И вы Скажете Тебе Хорошо Сесть Здесь А бедному Скажете Ты Сядь Вот Там Или Тут В ног Моих Кажет То не Присужите Ли В себе И не Становитесь Судьями С худими Мыслями Что это Значит Мы Отличаем Друг Друга Это Уважаемый Человек Пророк Ну Может не Пророк А пророчествующий Что Между Пророком И Пророчествующим Еще Большая Разница Есть Пророка Почему-то Не очень-то И Посадят Дальше Потому Скажем Напрямки Хочется А Почему Тебе Так Хочется Покаяться Тебе Не Хочется А Поменять Образ Жизни Ты Не Хочешь Отстать От Своих Беззаконних Похотей Ты Не Хочешь Нет Я готов Его Лучше Убить Чем Что-то Менять В своей Жизни О Такого Ніхто Не Будет Ставить На Висоту Правда А Той Что Может Берешь Его Ну Беззин Что На Висоту Можете Определить Так Что Висоты Они Опасны Тоже По Своему Да Хорошо Коли Господь Возводит На Висоты А Бывает Люди Возводят Амана Возвели На Висоту Правда Царь Артаксерок Ще Как Возвели Амана На Висоту А З Висоты Куда На Хрест На Шебеницу Ну Так Було З Юдо Іскаріотом Так Було З Ахітофелом Повіс Все Тоже Чого Та Він Такі Советы Давав Якби То Господь Кому Радив І Лучший Совет Ахітофел Был Разрушений Так Расстроївся Пішов Зробив Завіщання Для Дома Свої І Повісився Расстроївся Так І Каже Господь До Іони Іона Що Ти Так Сильно Огорчился Каж До Смерти А Що Такое Іон Що Вони Наконец Пострадають Пострадають Йона Кожо Тебе Не буде Ти Вечність Ведеш А я Їх Накажу А так Вони Смерти Ахітофел Ахітофел Смотри Как Смерти Ахав Я Ненавиду Бедствия Водні Його А Водні Дітей Його Вчора Считали Скоро Свершається Суд І Через То Не Бояться Люди Значить Ми Говорили Про Тіло Тобто Про Церкву І Як В церкві Дію Дарування Духа І які Нам Приятні Дарування І які Нам Неприятні І ми Бо хотіли Всі Будь Якими Ми Всі Пророчествовать Хотіли Будь Пророчествовать Да Слово Божие Каже Рівнуйте О том Щоб Пророчествовать Той Хто Говорить На Яних Язиках Говорить Кому Собі А той Хто Пророчествует Говорить Для Церкви Для Чого Для Назідання Тобто Не Думайте Церкву А потім Дар Забереться В тебе Так чи Ні Він тобі Не нужен Там вони Не підуть Дарування За нами Вони Тут Там Вони Не нужны Але Біля Дара Ти Маєш Шліфануться Хорошо Ми Шліфуємося Коли Ви будете Начинати Служити Людям По-любому Буде Шліфовочка І тут Шліфовочка Смотря Какая Можна Бить Чоловікоугодником З Даром А можна Говорить Те Що Господь Велить Поэтому Ти будеш Де В пренебріженні Почім Ну Потому що Потому що Так Ну В здоровій Церкві Так не буде Там Де люблять Правду Істину Слухать Там Будуть Слухать Істину Але Буде Господь Обличать Ну Люди Желають Міняться Люди Желають Отображать Славу Божию В жизни Не свою Не своє Я кажу Внизу поставити Вони ставлять Наверх А то Що треба Наверх Вони ставлять Внизь Чогось Ну Так Люди Устроені Якось Неправильно Устроені Почому Так Неправильно Устроені Почому Так Неправильно Поступають Може Живуть Во плоті А плоть І кров Продані Кому Сатані Адам Продав А Христос А Христос Викупив Та каже Ви не Держники Плоті Щоб Жити По Плоті Якщо Духом Умішляєте Діла Плоті То Живи Будете Значить Нужно Умішляти Постоянно Тебе Кожен день Тебе Розпинати Страстями І похотями І всігда Коли ти Смириш Свою душу І тіло Твоє Оспокоїться Тоді Ти в дух Получиш Якусь Пользу І ти Чоловік Навчається Чоловік Понимає Слухай Чуть не заблудився Чуть було Непоскользнувся Чуть було Я позавідував Безумним Відя благодійництві Нечистівих Тобто Людина Постоянно Може Збитися З пути Разуму І заблудиться Поэтому Постоянно Надо шо? Постоянно Пробови Свою Божию Мы читаємо Що тут Оказывається Щоб не було Разделення В теле Щоб богатые Не жили С богатыми А бедные С бедными А шоб Меж ними Було шо? Общение Щоб не Були щедри І общительні Собирає Основання Для будущого Тобто Бачив Сарату Вдову І туди Буде шо? Буде Соразмерю На теле Внушив Омени Совершенном БОЛЬШЕ ПОПЕЧЕНИЕ ДАБЫ НЕ БЫЛО Разделения В теле Разделение В церквах Происходит По причине Неправильных Отношений Внутри Церкви Люди Неправильно Понимають Неправильно Научены Неправильно Наставлены Як Правильно Поступать В церкви По отношению Друг до друга Омени Совершенном Прилагаем БОЛЬШЕ ПОПЕЧЕНИЕ ДАБЫ НЕ БЫЛО Разделения В теле Значить Люди ДОЖНЫ БУТЬ ВНИКАТЬ В ПРОБЛЕМЫ ДРУГИХ Людей У МЕНЕ НЕМА ПРОБЛЕМ ГОСПОДЬ ДАЄ НЕМ ВСЁ ЩЕДРО Для УДОВОЛЬСТВЯ ТОЕ ДАЄ ДАЄ Нам ГОСПОДЬ ЧИ НЕ ТОЖЕ Для УДОВОЛЬСТВЯ ЖИТЬ ДАЄ БОГАТСТВО ДАЄ ДОВОЛЬСТВЯ ЧОБЬ ТИ УДОВОЛЬСТВЯ ДУШЕ СВІ ТОЖЕ ДАЄ Але Якщо ТОБІ ДАВ ТАКУ ВОЗМОЛЬСТВ ТО Не ДУМАЙ Тільки Про СЕБЕ Але ДУМАЙ Про КОГО КОМУСЬ НЕ ДАЄ ХТОЙ СІДЕ ТІСНОТОЮ СКАРБЯМИ ПРАВДА КОМУСЬ ВАЖКО В ЖИТІ Значить Обращай ВНИМАНЯ На ТАКІХ ЛЮДЕ ТОБІ ВНИКАТЬ А ЯК ЗНАТЬ ЧИМ ВОНИ ЖИВУТЬ СХОДИ В ГОСТІ Я ЗНАЮ КОГО В ГОСТІ ХОДИ А ВИ А ЇТИ В ГОСТІ ДО ВДОВИ НЕЧИ ЧАЇ НЕ ДАСТЬ ВОНА ВДОВА МОЖЕ НЕ ЧАЇ ЧАЇ НЕДА ПРИНЕСТИ З СОБУ І САХАР МОЖЕ КОВБАСИ ПРИНЕСТИ ТУДА СРАЗУ НЕ ДАВАТЬ ВІЩАЛА ПООБЩАТЬСЯ КОЛИ БУШ УХОДИТ ТОДІ ВИЛОЖИШ ЧИ КОЛИ ЧАЇ БУДЕТЕ ПИТЬ КОЛИ БУШЕ ВИСЛУХАЮШ ВОНА РОЗКАЖЕ ВСІ СВОЇ ГОРІСІ ВСІ СВОЮ ТОГУ СЛУХАТЬ ТАК ДОГУ ГОВОРИШ ДВА ЧАСА ГОВОРИШЕ ТЕБЕ ВИСЛУХАТИ ПОТОМ ЧО? УТЕШИТЬ ЙО НАСТАВИТЬ ЇЇ З НЕЙ ПОМИЛИТЬСЯ РАЗОМ ОСТАВИТЬ ТОРБИНКУ ІДИ ДОМОЙ СОБІ РАДУЙСЯ І ДЕЖ І З ЗЕМЛІ НОГИ НЕ КАСАЮТЬСЯ ТЕБЕ АНГЕЛ НЕСЕ ТАК ХАРОШО ТОБІ БЛАТА Як-ТА НАПРОСАНО ДАЮЩИЙ ЗАЙМЫ БАГАТОМУ ОБІДНЕЇТЬ А ДАЮЩИЙ БІДНОМУ НЕ ОБІДНЕЇТЬ ПОТОМУ ЧО ДАЮЩИЙ ЗАЙМЫ ГОСПОДУ ОТАКІ ПРИНЦИПИ САРСТВА БОЖОГО ОТАКІ ПРАВИЛА ЖИЗНИ І ТАК НАПРОСАНО В СЛОВІ БОЖОМО АЛЕ ЖИВУЧИ В ОПЛОТІ МИ БЫСТРЕЙ ПОСЛУХАЮМ, ЧО ПЛОТЬ ГОВОРИТЬ КОЛИ МИ НЕ БОДРОСТВИМ КОЛИ МИ НЕ СЛУХАЮМ СЛОВА БОЖОЕ НО НАМ КАЖЕЦИ, ЧО ВСІ НОРМАЛЬНО І РОВНІНЬКО У НАС НО ПРИХОДУЇТЬ ВРІМЯ ОКАЗУЮЩИЦЯ ПОЧЕМУ ВДРУГ СТАЛОСЯ ТАК КАЖЕ ПРИЙДУТЬ І ЗАБОРУТЬСЯ ХОРШО, ЕСЛІ ПРИЖИЗНІ ЛЮДИНА ЛИШИТЬСЯ ВСЕГО ТО В НЕЙ Є ВРІМЯ ДЛЯ ПЕРЕОСМІСЛІННІЯ ПОЧЕМУ ЭТО ПРОЗАЩЛО А ЕСЛІ НАГЛА СМЕРТЬ ВСТАЛАСЯ І ПІШОВ ЗВІДАВАТИ А ТАМ ВІН КАЖЕ НУ ШО ТАМ, КАДА НАПРАВУ НАМ УЖЕ А ВІН ВІБЩЕ НАЛЄВА ЕТО ПІЧАЛЬНЮ БУДЕ І КАЖЕ НЕ ОБМАНУЙТЕСЬ БРАЦИ МОІЙ ЛЮБІ БОГ ПОРОГАЮ МНЕ БОЕ ЩО ПОСІЇМ, ТОЙ ПОЖНЕМ І ТУТ НАПИСАНО О ТІЛІ ДВІНАСТАЇ ГЛАВА ПЕРШОЙ КАРЕНТЯНО О ДАРГАХ ДУХОВНЫХ КОМУ ЧО НРАВИТСЯ И КОМУ ЧО НЕ НРАВИТСЯ И ВАЖНО БУДЬ ЧО? ПОСТОЯННЫМ ЕСЛИ ЗАНИМАЯСЯ ДЕТКОМИ ПОСТОЯННО ЕСЛИ ХОДИШЬ В ТЮРМУ ПОСТОЯННО ЕСЛИ ЧОСЬ РОБЫШЬ ПОСТОЯННО НАДО РАБЫТЬ, ДА? А Я ТО В ТЮРМУ ТО С ДЕТКОМИ ТО ЕЩЕ КУДА ПОЕДУ ТО ТУДА ПОЙДУ, ТО ЕЩЕ ТУДА ПОЙДУ Я ВІЗДІ А ПОТОМ ПРИШЛО ВРЕМЯ СЛУХАЙ, А ДЕ ТВОЄ ДІЛО? ПОКАЖИ, ЧО ТИ РОБИВ? ТА Я БУВ ВІЗДІ І ВСЮДУ І НІЧО КОНКРЕТНОГ НАДА ПРИДІЛЯТЬСЯ ПО ЖИЗНІ ЧУЮТЕ? НАДА НАЙТИСЯ З ТИМИ ДАРОВАННЯМИ ЯКИ МИ МАЄТЕ В ХРИСТІ ИЮСУСІ І В ЦЕРКВІ СЛУЖИТЬ ЗАНІМАТИ ПЕВНО ЯКЕ СЛУЖІННЯ І ПОТІМ ДАВАТИ ЩЕ ЗВІЗД ЗА СЛУЖІННЯ ТАК ЧО НІ? І ЩО ЯК ТИ ГОРОБИВ? ЧИ ТИ ПРИЛЕЖНИЙ БУВ? В ТОБУ, ЧО ТОБІ ДОВІРЛИ? І ЯК ХЕРОШО В ЦЕРКВІ, КОЛЕ ЄЛЮДИ, ЯКИ ПРИЛЕЖНИ, ПРАДА? ПРИЛЕЖНИ В МОЛІТВІ, ПРИЛЕЖНИ ВІДВИДУЮТЬ ХОРІХ ПОСТІЙННО ПОСТОЯННО, Я ДАЖЕ НЕ ДАМ, ВОПРОСУ ТОМ, НИКОГО НЕМА, А ВІН Є ПОНОШО НИКОГО РЯДОВНО СТАЛИСЬ, А ВІН ВІРНИ ВІН ВІРНИ, ВІН СІДА БУДЕ РОБИТИ ТО, Я ТАК ДИВЛЮСЯ, БІЩЕ БРАТЬЯ, ЯКИМ КРАЩЕ МЕНІ ШОТЬ ДОРУЧАТИ, ТІ, ЯКИ НА ДОМАХ МАЛОСЕРДІ, ВЖЕ СЛУЖАТЬ, ЇМ КОЛИ НЕ СКАЖЕ, ВОНИ ПІДУТЬ ЗРОБІТЬ, ЧОГО? ПОНОШЕ, ВОНИ СЕБЕ ПОСВЯТИЛИ НА ПРАЦЮ, ЇМ СКАЖЕ, ВІН ВІСЕ КИНУ, І ПІДЕ ЗРОБИТЬ ТО, ЧО ЙМУ СКАЗАЛИ, ЙМУ, КОНІШНО, НЕ ХОЧЕЦІ, НО ВІН НЕ КАЖЕ, ЧО ТИ МЕНЕ ПОСИЛАЇШЬ, ЧО НЕ ТОЖЕ, ВІН ПОНІМАЇ, НАДА ЇТИ, СМЕРИВСЯ, ПІШОВ, А ДРУГО ПОПРОСИ, НО ВІВІРНО НЕ ПІДЕ, ЯК ПІЧАЛЬНО, КОЛЮ ТИ ЛЮДИНУ ПРОСИШЬ, ТОЖ НЕ ПРОСИШЬ ТАМ, ИДИ ГОРОД МЕНІ ПОКОПАЙ, ИДИ ВДОВУ ПРОВІДЕ, МОЖЕ ЇЙ ПОКОПАЙ ГОРОД, ТА БІСПОЛЯЮ, ДА КОНІШНО, ДІЛО ХОРОШЕ, ДА КОНІШНО, КАК БИ ЗВІНЯЮСЬ, НО НЕ ПІДЕ, НЕ ЗРОБИТЬ, И ВОЗДИХАЇМ, ТОНІ, КАЖЕ, НО, НО, НЕ П� НЕ РОБІТЬ ТАК, ЧОБ СЛУЖИТЕЛЯ НЕ ВОЗДИХАЛИ, ПОТОМОШЕ ВАМ ЭТО НЕ ПОЛІСНО БУДЕ, ЭТО ТОЧНО, И КОЛИ БАТЬКО ПРОСИТ СИНА ЧОСЬ ЗРОБИТИ, И СИН КАЖЕ, ТАТО, ДОБРЕ, И НЕ РОБИТЬ, ТО ОЧЕНЬ ПІЧАЛЬНО, ДА? ЛЮЧЕ ТОЙ, ЧО КАЗАВ, НЕ ЗРОБЛЮ, ПІШОВ, ЗРОБИВ, НЕ. ЧОБ ТОЙ, ЧО КАЗАВ, ЗРОБЛЮ И НЕ ЗРОБИВ, И НЕ ЗРОБИВ, И ЕЮ, ЛЮДЫ, ВНЕШНИЙ ФАКТОР, ВСІГДА, ВИН ТОБЕ ВИДЬ, ВСЮ, КОНЄШНО, И НЕ ЗРОБИТЬ, ТАК ПІЧАЛЬНО, А Я ТАК БУ, ПОНАДЮЮСЯ НА НЕГО, А НЕЗЯ, ВИН НЕ ЗРОБИВ, КАЖЕ, ТАМ ЗА ПОСЛАННИЧЕСТВУ ТОЖЕ НАПИСАНО, ВЄРНЫЙ, ЯКОГО РАБА ПОСЫЛАЮТЬ И ИДЕ, И ПРИХОДИТЬ И РОБИТЬ ТО, ЧЕ ЕМУ КАЖУТЬ, ТО ХАЗЯЇНУ ЧО? ВІДЕ, ХОРОШИЙ РАБА, А ЯКОМУ КАЖЕ, ВІН ПОСТОЯННО, ЧОСЬ РОБИТЬ НЕ ТЕ, ЧО ТРЕБА, ТАЙ ГОВАРИТЬ ЙМУ, ЧОСЬ ПОРУЧИТЬ, ТО СЛУЖИТЕЛЯ ЧАСЛО ДНОМУ КОМУ СТЕ ПОРУЧАЮТЬ, А ДРУГОМУ НЕ ПОРУЧАЮТЬ, ЧОГО? ПОРУЧАЮТЬ ТОМУ, ХТО СЛУХАЕ, А ТОЙ ХТО НЕ СЛУХАЕ, РАЗ ПОРУЧАЮТЬ, ДРУГИЙ РАЗ ПОРУЧАЮТЬ, ВІН НЕ ЗРОБИВ, НА ЧО ЕМУ БУДУ ПОРУЧАТЬ ЧОСЬ, ПРАВДА? І ТОЙ КАЖЕ, ВИ ТОКИ МЕНЕ БАЧИТЕ, СЛАВА БОГУ, СЛАВА БОГУ. І КОЛИСЯ Я ЙДУ ПОСЛЕ СОБРАННЯ, І ПІДХОЖУ, ТАМ НА 12 ШКОЛІ, НО САДОК ЩЕ БУВ, ВСІ ДЕРЕВА ПОВИРІЗАЛИ, КОЛИ Я ТАКИ ЙДУ, ЗАЖУРЕНИЙ, І ГОСПОДЬ В МОЙОМУ ДУСІ ПРОИЗВОДИТЬ ТАКИ ХОТІННЯ, КАЖЕ, ПОДИВИСЯ НА ДРЕВА, ОБРАТИ ВНИМАННЯ, Я ДИВЛЮСЯ, ОБРАТИ ВНИМАННЯ, ОБРАТИ ВНИМАННЯ НА СЕ ДЕРЕВО, ВОНО ЛИСТЯ МАЕ, ПЛОДИ МАЕ, КОРА ХОРОША НА НЕМУ, ЛИСТЯ БАГАТО, В ВІТКАХ НИЧО НЕ ТОРЧИТЬ ТАМ, А ПОДИВС ДИВСЯ, ЦЕ РЯДОМ ДЕРЕВО, ДИВСЯ, ЯКА, НУХАРА ЗЛИЗАНА, ПО НЕМУ ЛАЗЯТЬ, ДИВСЯ, ЧО ТАМ В ВІТКАХ, ВСЯКІ, ТО КОЛЕСО ЯКЕС, ТО ЯКЕСЬ ПАЛКИ, ТО ДАВІТЬ КИРПІЧИ ПОЗАСТРИГАЛИ ТАМ В ТОМ ДЕРЕВІ, ЛИСТЯ ТАК МАЛО, ПЛОДІВ ТАК МАЛО, ЧОГО, ВСІ ПРОХОДЯЩИ ЛІЗУТЬ ДО СІДЕРЕЧО, БО ТАМ ПЛОДИ Х ОТ ТАК І ЛЮДИНА, ЯК МАЄ ХОРОШИ ПЛОДИ, ТО ВСІМ ДО НЬОГА Є ДІЛО, ПРАДА? ВСІ ПРО НЬОГО БУДЮТЬ ГОВОРИТИ, ШО ВІН ЯКИСЬ НЕ ТАКІ, ШО ВІНУ ЧОСЬ НЕ ПРАВЛЬНО, ПОЧОМУ? ПЛОДИ Є, А ЯКЩО ТАМ ПЛОДИ НЕХОРОШИ, ТО НИХТО ТАМ НЕ ЛІЗЕ НА ТЕ ДЕРВО, НИХТО ЙОГО НЕ ЧІПАЄ, КАМЕНЯ ДАЖЕ НЕ К ДЕТЯМ, ЧЕРЕЗ ТО НЕ НА ВСЕ, ЧО КАВІТЬ ПОГАНЕ, ГОВОРИТЬ, ШО ЦЕ ПОГАНЕ, НАДА РОЗОБРАТЬСЯ, Я ПОМНЮ, ЗОДНОГО БРАТА КОЛИСЬ ТАМ ГОВОРИТ, ТОЙ БРАТ, ТАКІ ВІН НЕПРАВЛЬНО, ЯКИСЬ ТАКІ СЕ, А МЕНІ ПРОСТО ГОСПОД ТАК В ДУСІ ПОБУДИВ, ШО НЕ СПІШИ ПРИНІМАТЬ ВЖЕ ПОНОШЕННЯ НА СЮБРАТА, СХОДИ ПОЗНАКОМСЯ З НЕМ, СЛУХАТЕ, Я З НЕМ ПОЗНАКОМИВСЯ, ЦЕ ГЛУБОКО ВІРУЮЩА ЛЮДИНА, ЦЕ ЧОЛОВІК, ЯКИЙ ЛЮБИТЬ ГОСПОДА І ПОСТУПАЇ ПО ІСТИНІ, А ЧОГО Я ПО НЕХОРОШЕ РЕЧІ ПОЧУВ, ТОМУ ЧО ТОМУ ЧОЛОВІКУ ВІН НЕУДОБНИЙ, ПОТОМУ ЧО ВІН НЕЧИСТІВИЙ, А ТОЙ ПОСТОЯННО УКАЗУЮЮ НА ЙОГО НЕЧИСТІ, І КАЖЕ, ЧОБ ВІН ПОКАЯВСЯ, А ВІН ОБІЖАЄСЯ НА НЕГО, НЕ РОБИТЬ ВИВОДИ, А ОБІЖАЄСЯ, І ХОДИТЬ ПОНОСИТЬ ЙО ВІЗДІ, ОТ ВАМ РАЗНІЦІ, А ЛЮДИ КАВІТЬ ПОГАНИЙ, ЧИ ХОРОШИЙ, ПОКА САМ НЕ УЗНАЮЩ, НЕ РОЗБЕРЕСЬСЯ, НЕ ДУЖЕ ПРИІМАЙТЬ ПОНОШЕНІЯ, А ЯК НАМ НАУЧИТЬСЯ НЕ ПРИН НЕ ПРИНІМАТЬ ПОНОШЕНІЯ НА БЛИЖНІ СВОГО, МИ Ж ВМІЕМ, ЧИ НЕ ВМІЕМ, ЧИ НЕ ВМІЕМ, ЧИ НЕ ПРИНІМАТЬ ПОНОШЕНІЯ НА БЛИЖНІ СВОГО, СЕСТРА, ВИ ПИШЕТЕ БАГАТО, ЯК ТЕГО? БОЛЮТЬСЯ ЗА НЕОМ? ПРАВИЛЬНО, ЕСЛИ Я ВАМ ПРО ЯКУСЬ НЕ СЕСТРУ РОЗКАЗУЮ, ЧИ ВОНА ТАКА НЕХОРОША, ТО ВИ МІЕМ, ВИСЛУХАЛИ МЕНЕ, МНІ МАТІЮ, САШУ, ВИСЛУХАЛИ, САША, ТИ ТАКИ НАБЛЮДАТЕЛЬНИЙ, ТИ ВСЕ ЗАМІЧАЕШЬ, СЛАВА БОГУ, ЧО И ТАКИ В НАСЕ В ЦЕРКВІ, ДАВАЙ МИ ПОМОЛИМСЯ ЗА СЕСТРИЧКО НАШУ, ХАЙ ГОСПОДЬ Й П ПОМОЖЕ ВО ВСІМ В ТОМ, ЧО ТИ БАЧИШЬ, ХАЙ ГОСПОДЬ ЦІ НЕДОСТАТКИ ЇЩО, ВОСПОЛНИТЬ, ПОМОЖЕ ЇЙ, А ХАЙ ДВОЇ ЗГОДЯТСЯ ПРОСИТЬ, О ВСЯКОМ ДІЛІ, ТО БУДЕ ЇМ, ПОМОЛИЛИСЯ, І САША ДРУГИЙ РАЗ ДО СЕСТРИ НЕ ПІДЕ НАУШНИЧАТЬ, ДЯБІДНИЧАТЬ, КЛЄВІТАТЬ, ОБІЖАТЬСЯ НА КОГОСЬ, НЕ БУД ОЙ, ШОО, ОЙ, БЕЗ СЛОВ, ПОНЯТНО, В НЕЙ ПРОБЛЕМИ, А В НЕЙ НЕМА ПРОБЛЕМ, ПРОБЛЕМИ В МЕНЕ, НО ТАК В ЖИЗНІ БУВАЄ, І ЛЮДИНА СКРАВИЛАСЯ, І ВЖЕ, ЯК ТАКИ СЕЙЯБЛУКО, ВКУСИШЬ, І ТАК САМО ВІД НЕГО, ТАК САМО ВІД ЛЮДЕЙ ВІДВЕРТАЮТЬСЯ, АНИ ЗНАЮ, ЧО СЕ ДОБРА ЛЮДИНА, ТАК ЧИ НЕ? І ЧОБІ ПОЗНАТЬ ЛЮДИНА, ТРЕБА ЧО? ТРОХИ СОЛІ ЗІСТИ, ТРЕБА СОЛІ ЗІСТИ ТРОХИ, ЗНАЧЧИТ, ПОБУВАТИ В НЕЙ В СЯКИХ ТАКИХ ІНТІРЕСНИХ СИТУАЦИХ, І ПОБАЧИТИ, ЧО ЦЯ ЛЮДИНА НЕ ТАК, ЯК ВІДІ СІЇ, ВОНА ЯКОСЬ ТАК ІНТІРЕСНО ПОСТУПАЇ, НО, Я КАЗАЛИ, У НАС Є ОДИН ТАКИЙ, ТОЧНО, ЯК ВИ ТАМ Ч Це коли ми так будем поступати, як Слово Боже, але що, нас везде будуть приймати, нас везде будуть любити. Ні. Будуть любити того, хто буде льстити, брехати. От їх будуть любити. Почому? У мене навіть час настане, що тільки таких будуть любити. А ті, які будуть говорити істину, говорити те, що він думає, і те, що він бачить, то їх будуть завжди гнати, переслідувати. Бо що люди погрязні в чому? В лицемерії, в неправді, буде тільки внешній фактор, а внутренній буде скриваєм, а нам треба що? Внешній смирять, а внутренній що? Пускати наружу. Тоді між нами не буде ні розділення, ні огорчення, а все буде нам во благо. Значить, Сіміона і Анну не дуже, я так думаю, хоч про них написано в Івангелії, про Марію ту саму, і про багатьох інших, про кого тут написано, і тим Господь хвалиться і каже, що це діти Авраама, то я вам скажу, якщо перевести на наше життя, то я скажу, ніхто на них не обращав би увагу. Чуваєте? Якщо поїслідувати на себе, і подивитися туди, і слідувати оці всі моменти, то точно, ці люди були в пренебреженні. Ці люди не були на висоті, але Господь в них прославився. Тобто, якщо воно було так, то воно так і буде, ні? І вся печаль в тому, що люди, які думають, що вони в найкращому положенні, вони можуть оказатися взагалі. А люди, які в заді, можуть оказатися спереді. І Слово Боже так нам і говорить. І ми читаємо. 20-й вірш. Перший Каринтянам, 12-й розділ. 20-й вірш. Але тепер членів багато. Церква, наприклад, велика вже. Членів багато. Тисяча. А тіло – одно. Членів багато, а тіло – одно. Ми одним Духом хрестилися в одне тіло. Ми є церква Ісуса Христа. Членів багато. Членів багато. Членів багато. Членів багато. Газ. І візьмемо сношку. Десята глава чисел. Членів багато. Двадцять дев'ятого. Двадцять дев'ятого. Двадцять дев'ятого. Двадцять дев'ятого. Двадцять дев'ятого по тридцать пеші. Двадцять дев'ятого по тридцать пеші. Не может глаз сказать руке, ты мне ненадобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Дальше, напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Нам надо внушиться в свое сердце. Дальше, члены тела, которые кажутся нам слабейшими, гораздо нужнее. Вы чулы? Нам кажется, но они гораздо нужнее, а нам кажется, слабенькие, но они гораздо нужнее. Оказывается, Симеон и Анна, они больше были нужны в теле, чем все остальные, которые были на виду. Правда? Они были не на виду. Все остальные были на виду, а они были не на виду. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а те более прилагаем попечения. Ну, как это так? Благородный, то и благородный, правда? Глянь, какое его поведение. Какое вежливое. Какое обходительное. Все с ним хотят иметь дело. Это же, подивайся, красота. А то и грубый такой, какой-то неоптесанный. Для него не интересно, но скажет истину всегда. Скажет те, что есть. Брехать не будет. Доброе, мы переносимся 10 глава числа, 29 вирш. И сказал Моисей Хававу, сыну Рагуилову, Мадеятянину, родственнику Моисееву. Моисей каже своему родичу Хававу. Те, из него был кто? Священник Мадеамский. Так или нет? И Моисей, когда он втек из Египта, то там в него пас вифти. Когда он был в бегах. Мы отправляемся в то место. Вин каже родственнику. Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал. Вам отдам его. Мы знаем, в какое место, да? В Ханаан. В небесный Иерусалим отправляемся мы. И он каже ему, Господь сказал, вам отдам его. В то место, о котором Господь сказал, вам отдам его. И он каже ему, иди с нами. И я вам тоже кажу, иди с нами, например, да? А вы себе решаете. Идти с нами или идти своими путями. Иди с нами, мы сделаем тебе добро. Какое? Ибо Господь добрый изрек об Израиле. И тебе будет добрый, но среди нас. Пошли с нами. А он что, каже? Но он сказал ему, не пойду. Чего? Хм? Чего он не хочет с нами идти? Как вы думаете? Если бы они в мыслях имели это отечество, то имели бы время вернуться туда. Но так как они вышли из родины своей, земли своей, как Авраам, и пошли, сами не знают, куда идут. А они каже, Господь добрый, там сказал им. Иди с нами. И он сказал, та не. Но он сказал ему, не пойду. А что ты будешь убить? Я пойду в свою землю и на свою родину. Своя земля и родина. Наша где родина? Ну, то вы будете испытаны, если она там. То что на теле надо будет разобраться, где ваше сердце, где ваша земля. Значит, мы будем испытаны. И он говорит, иди с нами. Он говорит, я пойду в свою землю и на свою родину. Вся печаль в том, что человек не о горнем помышляет, а все время о земном. Где ваше сокровище, там ваше и сердце будет. Интересно, что он ему предлагал? А вот, 31 вирш. Моисей же сказал, не оставляй нас. Та на что и нам потребно, я скажу. А Моисей говорит, не оставляй нас, упрашивай его. И он же ему сказал, да я иду на свою родину, что ты хочешь от меня? Я пойду к своему народу, на свою родину. Все. А он его уговаривает. Моисей же сказал, не оставляй нас. Потому что ты знаешь. Что ты знаешь? Что ты можешь знать? А он говорит, ты знаешь. Как располагаемся мы станом в пустыне. Ты знаешь, как мы располагаемся станом в пустыне. И будешь для нас кем? Глазом. О. И будешь для нас оком. Ты знаешь. Ты можешь нам послужить. Правда? Ты можешь нам багато помочь в чем? В тебе есть такие способности, которые нам пригодились бы. Иди с нами. И будешь для нас глазом. Если пойдешь с нами. Что это, что скажет? Моисей. Если ты... Это как Христос нам скажет. Правда? Потому что для евреев был Моисей, а для нас то. Христос, правда? Вот это прообраз. Если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе. Поделимся с тобою. Раз ты с нами, то ты наш. Правда? И поделимся с тобою. И что вы им? Пишешь в чине? А? Неизвестно. В людях добрая воля. Тут неизвестно. Вони пришли. А что вы им пришли? Неизвестно. И отправились они от горы Господней на три дня пути. И ковчег завета Господня шел перед ними три дня пути. Чтобы усмотреть им место, где остановиться. И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из Тана. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил. Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящего тебя. Бачкишов доказал. Восстань, Господи, иди перед нами, и уравняй пути наши. Как Господь идет перед нами? Ангела послав перед нами? Да. Аби мы таки йшли. А когда останавливался ковчег, он говорил. Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым. Вернись. Мы думаем, что мы сами по себе ходим. А перед нами сколько идет? Кажут, ангели ополчаются вокруг, боящихся его. Правда? Они всегда борются за нас. Бои мы знаем, сколько опасностей нас везде подстерегают. Но Господь, иди перед нами. Мы молимся, где дорогу едем, или куда мы кормим. Господи, благословение просим. Да в Него. Устройство в дороге. Збережи нас от лиха. Просим. Правда? Він береже нас. Сколько раз? Зберег Господь. Сколько раз опасностей было? Сколько раз таких ситуаций? Особенно на дорогах. То машину ездить. Да даже, как она и не ездит, то, каже, вышел на переходе. Такие, фух, машина. Кажет, где она взялась эта машина? Вроде бы ишел, ничего не было. Значит, Господь хранит Израиля. Но вот вопрос. Он говорит, будешь у нас глазом. И вот тут, если подивиться про глаз, давайте мы глянем Евреям 11.5. Евреям 11.5. Верую, Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стал его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Прежде переселения своего верою он угодил Богу. Но они кажутся, поверь нам, иди с нами, да? Будь у нас глазом. А он что? Ну, сказав, что не пойдет. А потом пошел, что не пошел, неизвестно. Но верою, мы верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого познаем. И Авраам пошел в страну, которую не знал. Куда идешь, Авраам? Идешь в страну. Какую страну? Где ты что? Нормально. Где ты что-то себе накрутил? Где эта страна? Пошел скитаться по земле и получил через то имя еврей. Да? Еврей это что? Скиталец, заволокот. Странник. Еврей. Скажи, я еврей, чту Господа неба и земли, сотворившего и море, и все, что в нем. Как Иона говорит, да? Тоже говорит, кто такой? Я еврей. Значит, человек, мал хорошие мозги, родственник Моисея, мал хорошие мозги. Как и Лот. Тоже мал хорошие мозги, правда? И мог бы много помочь, в чем Аврааму. Но они что? Земля им стала что? Не поместительна. Чисто им стало на земле. Бо той ходить верою, а той ходить мозгами. И так тяжко ему, так им тяжко двуму житься, правда? Бо один все время по плоти, говорит, давайте выделимся, братья. Давайте, бедные с бедными пойдут, богатые с богатыми пойдут. И куда зайдут? В заблуждение. В водоразделение. Значит, каже, 1 Иоанна 2,19. Послание. 1 Иоанна 2,19. Там что-то такое подобное. 1 Иоанна 2,19. Например, так. Возьму з 18 стиха. Дети. Пише Иоанн до церкви. Каже, дети. Последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист? И теперь появилось много антихристов. Чуете? Так часто бабушка. От антихрист там. Называют там антихрист. Она не знает, кто антихрист. Она думает, что той, что там пье, чи там курить, то тоже антихрист. Чи той, кто там в ее очах антихрист. А антихрист то, что в костюмчик уходит, беляный там. И бабушку тихенько на квартиру разводит. Вот он антихрист. Он приходит, как ангел света. Вот и антихрист. Дети. Последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист. И теперь появилось много антихристов. Чуть, их в последнее время дуже багато будет. Как их наркомане, наверное. То мы и познаем из того, что в последнее время. Дальше. Они вышли. Откуда? Оно написано. От нас. Значит, антихрист откуда выходит? С мира или откуда? Или среди евреев, среди вирующих людей. Откуда антихрист выходит? Антихрист. Это антихристос. Правда? Это тот, кто постоянно что? Кто-то пошел не тем путем. Правда? Он ишел правильным путем, а потом заблудился. И они вышли от нас. Они вышли из тела. Они пошли своими дорогами. Они соби новое что-то нарубили. Новое учение взяли. И начали по-новому поклоняться Господу. Есть основание поклонения. Есть евангельская вера. А они поклоняются соби, так как они понимают для них правильно. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли. И через то открылось, что они все наши. Впрочем, вы имеете помазание святого и знаете все. Значит, у нас есть помазание. Оно истинно не ложное. И как оно вас учит, так и поступает. Остерегайтесь производящих разделений вопреки учению. Чувствуете? Есть люди, которые делятся вопреки учению. Таких остерегайтесь. Есть люди, которые, можно сказать, отделитесь и не участвуйте в тех делах, в каких участвуют. В злых делах. А есть люди, которые... То есть нам нужно очень вникать в Слово Божие, чтобы разобраться в этих вещах. Потому что так поверхностно, ты не сразу все поймешь. Надо вникнуть в Слово Божие. И они вышли от нас. И этот тоже, он же ишел с народом Божиим. Он же с ними был. Потому что моецей с ним говорил. Иди с нами дальше. Обман сказал, какой-то путь они совершили разом. Он говорит, почему? Потому что он говорит, ты знаешь, как мы расположимся в Слово Божие. Он был среди них, так или нет? Он был родителем моецей. Почему он пришел с ними? Потому что мозги в тесте нормально работали. Он говорит, что ты мучаешь людей? Поставь тысячников, поставь сотников, поставь пидесятников, поставь десятников. Порядок наведи. Что ты мучаешься? Новый порядок. Новый порядок. Ну, и он был с ними. Но, идучи дальше, прошло огорчение. А знаете, почему произошло огорчение? Я вам скажу, и что дальше Господь сделал? Тут вообще интересно. Если подавиться тут, он ему предлагает, то, если мы глянем 11 глава числа, после того, что Господь дав, не Господь дав, а вернее, тест предложил Моисею, и Моисей сделал тот порядок, который ему предлагал тест, то после того, что сделал Господь. 16 вирш, 11 глава. Наверное, когда они делились, когда они не сделали так, а сделали так, как Господь сказал, и сказал Господь Моисею, «Собери мне 70 мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и назиратели его, и возьми их, кинь собрание, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил». А я где-то Ахшохи Бавин, один носил. То есть там был порядок, не? То есть же предложи ему. Там был порядок. Исход 18-19. Так, выставим все исход. Выход 18-19. Итак, послушай Слово Моих. Закажет Эст. Я дам тебе совет. И будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником, пред Богом, и представляй Богу дела Его. Научай их уставам и законам Божьим. Указываем путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и во всяком важном деле, доносят на тебе. А все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя. Если ты сделаешь эту, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слов тестя своего, и сделал все, что он говорил. «И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. И судили они народ во всякое время о делах важных, доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. А родыч оставься наверно, правда? А про родыча мы читаем в числах, да? Скажи, «И сказал Моисей Хававу, сыну Рагуилову, Майдеятянину, родственнику Моисееву, мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал, вам отдаю его, иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь добрый изрек об Израиле. Но он сказал ему, не пойду, я пойду в свою землю и на свою родину. Всю землю на свою родину. Я говорю, если бы они в мыслях имели это Отечество, то имели бы время возвратиться к нему. Вся проблема в том, оторвались мы от земли или не оторвались. Если мы от земли не оторвались, какие мы не были прозумиями, как бы мы правильно все это не делали, мы все равно не сможем угодить Господу, потому что Ему, кроме веры, угодить ничем нельзя. И то, что посоветовал в тесте, оно хорошо было, но все-таки, почему-то, впоследствии стало все то, что тут написано. «И сказал Господь Моисей, собери мне семьдесят мужей и старейшин Израилевых, и вон и будут с тобой насыты бремя народа». Да? «Я возьму от Духа Твоего и на них вылью, и вон и будут насыты тяжести». То есть, как бы все было хорошо. Лот и Авраам были вместе. Да? Лот был родственником Авраама. Цей был родственником Моисея. Но это интересный момент. До определенного момента хорошо идти вместе. И богато можно интересного и полезного взять. Правда? Но до определенного момента. Чувствуете? Есть мы духовное и душевное. Воно мая резницу. Душевный человек, он полагается на свой разум. А духовный уже на разум не полагается. Он полагается на Господа. И вот именно чтобы мы были мудры в этом веке, то у нас есть помазание. Воно учит нас внутри, как нам жить и поступать. Потому что нам свойственно людям заблуждаться. И Лот заблудился. он оказался куда? Он пришел по ведению очей и пришел куда? В садом. Он пришел в город нечистивцев. Как ты человек ходил с Авраамом? что там отбывается? Он мое водительство. Господь водит. А людина, которая полагается на свой разум, она и говорит, нет, не пойду, у меня есть родина. Я пойду в свою землю, потому что он полагается на свой разум. Значит, надо положиться на Господа. А положиться на Господа это что? Это надо оторваться. Это надо отрешиться из всего, что маешь. Это просто нужно довериться Ему. Но это превышает человеческие разумения. Это выше. Почему? Потому что от этого нужно отречься и принять это верою. И следовать быть щирым и идти за Господом, доверяя Ему и туди. Воно поменяется тут. Но человек, который полагается на свой разум, он не пиде. он не пиде в эту дорогу. И поэтому ходить верою, оказывается Анна ходила верою. Дочь Фоноилова стала рану вдовою, вдовила, но не отходила от храма. День и ночь в посте, в молитве она служила. Кому она надо вдова? Ну вам треба так. Вы пойдете до вдовы в гости? Не. Я поеду в баню, я знаю с кем ехать, куда ехать, я поеду отдыхать, лучше. А идти до ввода выйти, там проблемы, там все. Ну то ну якщо пастор скажет, придется идти. Придется напиток, каже, ты не хочешь браток там сходить туда? Та не, сегодня у меня там, что в тебе? Я договорился с друзьями. Конечно он не пиде. А кто пиде? Той, кто понимает по внутреннему человеку. Надо смириться, надо выбрать не то, что ты хочешь. Надо последовать. И так часто Господь говорит о нас, правда? И мы читали там Матфея, где написано, каже, господь, господь, идите на брачный пир. Они как бы сговорились о чем? Извиняться стали. Тут каже, я женился не могу, я купил поле, не могу, я валы не могу, и разгневался господин. Почему гневаться? Зачем гневаться? Извините, не могу. И так одному иди сделай то, другому то, как будто ты свое делаешь. То Боже дело нужно делать, правда? А нема кого попросить, нема кого послать, нема кому сказать, чтобы помочь. Бо всі мають свое дело, всі смотрятся на свою дорогу. Куда та дорога проведет? Кто зберегает свою душу, тот погубит ее. А кто погубит ее ради меня, тот обретет ее. Значит надо взректися себе и последовательно сказать, а он что? А вона что? Та пошли его, а че я должен? Понятно. Ты не пойдешь. Не знаю. Наверное нет. Точно напидешь. Работники ничем не довольны. происходит разделение в теле. Какие-то антихристи появляются в последнее время. А что, их зараз мало или что? Каже, будут уловлять вас листивыми словами. Суд им давно готов и погибель их не дремлет. Почему уловлять листивыми словами? Они льстят из постыдной користи. Они говорят людям то, что они хочут слухать по плоти. Они блудят и они дальше вводят их в заблуждение. Они и так не могут выбраться. Потому что народ прихотливый, похотливый. Их надо постоянно учить, показывать прямой путь. Вы заблудились, поверните сюда. Я пойду по этому пути, я буду счастлив. Будешь не счастлив. И мы говорим своим дитям. И они не хотят нас слухать. В церкви говорится люди не хочут слухать. А потом что? А потом тропляется что тропляется. И уже Марьям в проказе. В чем дело? Марьям что ты в проказе? Она уже подборила священника Арона, что Моисей неправильно живет. У него жена Ефеоплянка. Поэтому нам еще тут черных не хватало. Нам еще тут наркомании не хватало. Что оконов не хватало? И что Господь говорит? И Господь разгнивался на такие вещи людей. И иногда Господь гнивался, а нам кажется все нормально, мы правильно идем. Горе народу, который сладкое почитает горьким, и горькое сладким. Тьму почитает светом, а свет почитает тьмою. Они не понимают. Почему? Они не идут веры. Вони поступают по достойной своего ума, они своими мозгами вот так бачу, понимают и я считаю что это правильно. Но не всегда так правильно, потому что когда ты мне скажешь слово Божие, и оказывается все, кто так думал, они поблудили впоследствии. Мы маем помазание. Когда мы маем помазание, когда мы оторвались от этой земли, и чтобы опять обратно не приземлились, и не найти себе родину вдруг, из которой мы вышли. Мы евреи, мы заволоки, странники и пришельцы на этой земле. Я выдам эту сноску зробую. Так, где-то оно написано, каже, так, все умерли, верите. Ага. Да, 15, а я 5 написал, да, Енох. 15, надо. Неправильную сноску дам. И читаю, думаю, что я не могу приобщить. Вообще, его приобщить можно. И если бы они, так, ну, с 12, и потому от одного, и при том омертвелого, родилось, так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетования, не получив обетования. Бог обетования. они померли в вере, не получив тут на земле обещанного. А только издали видели они, только издали как бы верою, познавали, как бы издали видели они и радовались. Мы тоже радуемся, не? Я вчера был на собрании и там люди радовались. Они радовались, потому что у них очень много скорбей, им очень сложно, но они радовались, потому что у них есть надежда, что они не всегда будут идти по всей земле, что когда все это кончится, они радовались. Я думаю, при их скорбях трудности, они радуются, они благодушствуют, им хорошо. непонятно, что за мы роботи. И радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Действие, странные люди. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. А что, у них нема родины уже? Нету. А земли уже их нету? Нету. Почему? И если бы они в мыслях имели то отечество, если бы хотя бы в мыслях, когда вы идете за Господом, и вы знаете, что есть, куда вернуться, вы всегда вернетеся. Но если вам нема куда вернуться, то я вам скажу, вам нема куда вернуться. И приходите из питания веры, и ты дивишься, действительно, нема до кого даже пойти тут, на этой земле, только до Господа, только туда, потому что тут ничего нема, тут твоего ничего нема, твои все там. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвращаться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, там лучше, то есть небесное, неземное, там лучше, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Бог не стыдится называть их своими, потому что Бог не стесняется таких людей, а мне стыдно, вы знаете, Хававу было стыдно с такими людьми, почему? Потому что он имел родину, имел понимание, ему стыдно с такими людьми, и нам бывает стыдно, не, не дано, вам не бывает стыдно? Ну вот бывает стыдно иди рассказать про Христа за благовестность, правда, среди людей, стыдно бывает, засвидетельствовать, стыдно, правда, чего, что это за стыд? Это ложный стыд, это плоть, так производится, ну что ты можешь говорить, ну мовчи, ну на что оно тебе надо? О, всегда иди против. против плоти, всегда иди, тогда ты что-то поймешь, а будешь идти по плоти, ничего не поймешь, будешь возвращаться к той родине, от которой ты вышел, стыдно тебе? иди на площадь, и начинаешь говорить, за Христа, когда тебе стыдно, что ты в троллейбусе едешь, и тебе стыдно, скажешь, люди, послушайте, все такие, как-то не превышно, я вам расскажу, как примириться с Богом, вам так погано, это от того, что вы ищете против Бога, ищете против совести, а я вам скажу, а вы покличете имя Иисуса Христа, покайтеся вдома перед Богом, и не до образа, а Бог есть дух, и поклоняйтесь, и в духе поклоняйтесь, вот так на воздух говорить, он вас почувствует, а дальше делать дела, достойные покаяния, Бог помилил вас, переменит ваше життя, и будете мать надежно, вечно життя, и открывать ваш ум, будете читать Слово Божие, будете все понимать, и разберетесь, да, нет, я не говорю, чтобы там и себя так говорили, а вот вам пришло так на сердце, от не погано было, так вот, за свидетельствием, свидетельствуй, ой, ой, шо ой, ну, я якось, ну, я ж не готовился, а кто сказал, что надо готовиться, там написано, как, відкрей уста, а я наполню, и відкрив уста, поговорил, и такая радость наполнила, вот это да, правда, в своем имя будешь говорить, не переживешь тої радости, а именно так, знаете, в сердце, каже, я бачил тебя под смоковницей, кто сережет свою смоковницей, людина помышляет, про что, что-то доброе помышляет, правда, Господь говорит, говори, и когда ты открываешь уста, то ты переживешь такую благодать, такую радость, и ты поймешь, та родина лучше, там лучше, туда надо стремиться душою, а душа, плодь говорит, а на что воно там, ну ты пойдешь там туда, ну на что воно тебе, тут, тут, будешь пожиток, какаясь польза, а там что будет, а там что будет, поехал, лопнуло колесо, проблемка, говорю, все, уже никуда не поедешь, каже, поеду, все равно, я знаю, жертва нужна, надо жертвовать своим, и когда мы что-то теряем, нам так печально, ничего, потом найдешь, но не печалься, о горнем помышляйте, а не земном, а почему, когда мы начинаем о горнем думать, в земном мы начинаем, что, терпеть неудачу, да, почему, мы не замечали такого в жизни, это потому что, так написано, но вы на это не обращайте внимания, правда, потому что по испытанию, Бог приложит вам, а если бы и не так, то все равно, слава Богу, у вас есть спадок лучший, хранящийся на небесах, и через то мы себе в житти, что, постоянно выбираем, а ты выбирай, отец,